Любви все возрасты покорны. Найти вторую половину на всю жизнь – вот оно, настоящее счастье. И бобруйчане знают об этом не понаслышке. Ежегодно в отдел ЗАГС обращаются семейные пары с желанием отметить юбилеи – серебряные, жемчужные, золотые и изумрудные. В прошлом году, в 23-м, у нас было 25 юбилейных свадеб, из них 13 золотых, там серебряные, ну и иные юбиляры, пожелали к нам прийти и развились в свое радостное событие. В этом году у нас немножко уменьшилось, не знаю, с чем это связано, может быть, высоко сноговские люди с осторожностью к нему относятся. Всего лишь 13 юбилейных свадеб, но в основном это, конечно же, к нам больше всего обращается, это золотые юбиляры, супруги, прожившие 50 лет совместной жизни. Одной из тех семейных пар, которые прожили 50 лет вместе и решили отметить юбилей, стала Чета Черных. Владимир Александрович и Валентина Николаевна сыграли свадьбу в далеком 74-м. Через год родилась первая дочь, вскоре вторая. Большую часть жизни глава семейства связал с воинской службой, супруга с музыкальным преподаванием. И несмотря на все жизненные перипетии, они жили в мире и согласии. Говоря о жене, Владимир Черных едва сдерживает слезы. Слезы благодарности, любви и уважения. Конечно, это верный помощник во всей моей службе, потому что, да, действительно, половина жизни. Мне сегодня 73, а, значит, в 23 я начал службу, считай, половина службы прошла в погонах. И, чувствуя за собой крепкий и надежный тыл, конечно, все это помогало службе. Служба действительно была нелегкая. Проявить заботу каждому. В городе на Березине не забывают и об одиноко проживающих пожилых. Так, например, в ТЦСОН Ленинского района социальная помощь на дому оказывается около 700 человек. Услуги сиделки предоставляются 40 нуждающимся. Стоимость определяется по тарифам. Постоянно проводится комплексное обследование жилищно-бытовых условий проживания граждан с целью изучения их потребностей и нужд. На сегодняшний день в центре состоит 9333 человека. На базе нашего центра функционирует отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Здоровым жить здорово! В медучреждениях работают центры для пожилых граждан. Их цель – поддержать ЗОЖ среди представителей старшего поколения. Более четверти всех белорусов почтенного возраста занимаются спортом. В нашей поликлинике создан центр активного долголетия, где активно занимается наше поколение старшее. Вот, поэтому мы приглашаем всех желающих в нашу поликлинику, кабинет номер 402. После достижения пенсионного возраста в Беларуси продолжают работать 445 тысяч человек, каждый пятый. Особенно высокий процент пожилых среди занятых в образовании, здравоохранении – деятельности, связанные с творчеством, спортом, отдыхом. Больше половины имеют доступ в интернет. Из них 73% выходят в сеть ежедневно. Роман Костюков, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Бобруйск 360.